МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это, как и в Казахстане в свое время, потребует, конечно же, политической воли. Да, важно следить, чтобы люди предпенсионного возраста не оставались без работы. Да, в центре всего всегда человек. Только при этих условиях реформа должна получиться. Аргумент в пользу перемены от Минздрава России. Люди стали жить дольше, а к 2030 году страна войдет в клуб 80+. Это слова главного геронтолога России Ольги Ткачевой, которая подчеркивает, что есть научные подтверждения замедления старения людей. Причем это касается и когнитивных функций, и физических, проще говоря, ума и тела. Хорошая новость для нынешних пенсионеров, москвичей и тех, кто живет в Московской области. С 1 августа осталось меньше месяца. На самом деле на любимую дачу на пригородных электричках можно будет ездить совершенно бесплатно. Достаточно пенсионного удостоверения. Расширить список льготников договорились мэр российской столицы Собянин и губернатор Подмосковья Воробьев. На бесплатный проезд могут рассчитывать теперь родители детей-инвалидов, приемные родители-сирот, дети из многодетных семей, опекуны и почетные доноры. Для людей это очень серьезная экономия. Если подсчитать по минимуму, это кажется около 20 тысяч рублей в год. Но вернемся к реформе. Как говорят экономисты и демографы, она давно уже назрела. Пенсионеров становится все больше, а работающих людей, напротив, все меньше. А пенсии-то повышать нужно. И это общая проблема. Касается она, конечно, не только России. Причины просты. Демографический кризис в 90-х, откровенно говоря, демографический провал. Плюс последствия Великой Отечественной. В том же самом 1998-м, когда новой столицей Казахстана была объявлена Астана, республика начала менять и свою пенсионную систему. Причем стала первой среди стран Содружества, кто решился на такую реформу, хватило политической воли. Сначала заработала трехуровневая система. Первый уровень – базовый, то есть гарантированные государственные выплаты. Второй – солидарные пенсии. Тоже обязательные, но зависят от трудового стажа и дохода, который был до выхода на заслуженный отдых. Ну и, наконец, третий уровень – это отчисление самих граждан 10% от своих доходов. Проще говоря, человек сам копит себе на пенсию. Что же касается пенсионного возраста в Казахстане, то сегодня для мужчин это 63 года, а для женщин 58,5. Пенсионная реформа продолжается в стране. Имеет цель уравнять права женщин и мужчин. То есть спустя время все будут уходить на пенсию в 63.